Приветствую, друзья. Две позиции хочу сразу отразить здесь. Значит, если вы пользуетесь методом ключ, а там есть стадия последействия, когда сидишь, например, первые дни, первые дни, сидишь с рассеянным взглядом, думаешь о чем думается, у тебя наступает такое благоденствие, если потом хочется спать, а тебе на работу, так, конечно, выбирай эту методику, ну, 5 минут в день. В удобное для себя время, в соответствии с ситуацией. Ну, первые дни ты, конечно, так делаешь, и тебе потом, если захочется спать, спишь, и утром, когда просыпаешься, ты уже другое, в лучшем состоянии, ну, так несколько дней, и потом у тебя уже появится больше бодрости, и ты будешь делать методику. Уже не для восстановления, а для настройки к предстоящей деятельности, потому что во время мечтания на фоне этих синхронизирующих приемов и упражнений у тебя снимается лишнее напряжение, и то, о чем ты мечтаешь, включает внутренние ресурсы для твоей деятельности. Это первая позиция, да? И вторая. Очень важно, потому что некоторые люди, которые смотрели мои видео, например, в школе или вот в марафоне, кто-то из них говорит, вот я, когда его видел, я делал эти упражнения, там, сканирование, да, сканирование упражнения, я там делал ключевой стресс-тест, я там делал другие дерефлекторные упражнения, например, играл в космонавта, летал в такой невесомости, и это у меня все получалось, он мне говорит. Это получалось, когда вы, когда я смотрю на вас там на экране, а я сам, говорит, делаю, у меня ничего не получается. О-хо-хо. Так несколько раз так поделайте, но если хотите, смотрите ролик, а потом научитесь и можете без ролика, потому что именно в самом ролике я делаю, показываю эти упражнения, я объясняю принципы, правила, и как подбирать себе свой собственный прием, собственный, который синхронен с своим текущим состоянием, когда ты это делаешь. И это именно помогает тебе снять стресс, выйти из тупиковой ситуации, настроиться на будущее, потому что на фоне этих приемов надо мечтать о желаемых изменениях в себе и в своем будущем. Да, напряжение там снимается, и ты из стресса выходишь, и уже можешь мечтать. А мечтая, ты и созидаешь себя, потому что эти приемы для этого, для согласования психических и физиологических процессов, в желаемом для тебя направлении. Итак, две позиции. Первое. Если ты после приемов хочешь сесть в стадии расслабления, когда ты восстанавливаешься с рассеянным взглядом, пустив мысль на самотек, это момент истины, и тебе вдруг хочется плакать, надо плакать, выплакаться, потом у тебя наступает облегчение. А если хочется спать, так спи. А если хочется дрова колоть, так иди кали дрова. Но сначала ты две-три минуты посиди в стадии посредействия, чтобы понять, чего ты хочешь. То есть методика тебя обучает слышать себя. Вот что. Она обучает тебя осознанности. Да. И вторая позиция, еще раз повторю. Когда я это показываю, рассказываю, то я как хороший педагог, как хороший психолог, потому что я хорошо знаю свои предметы, поэтому я тут и жестикуляции себе помогаю, и ты смотришь за мороженое, и тебе кажется, что я тебя гипнотизирую. Да хороший педагог, которого слышат там, географию он преподает, математику, все заслушиваются. Они что, тоже все в гипнозе, что ли? Да нет, это просто, условно говоря, внимание, внимание на интересный тебе предмет. Но ты, когда несколько раз повторишь это самостоятельно, например, скажу наконец, ты любишь, допустим, плавать в озере. Ты плаваешь в озере, плаваешь в озере, вот у тебя есть озеро, ты там плаваешь, и ты там получаешь наслаждение. Допустим, теперь ты летишь в самолете, и озера там никакого нет. И вдруг там самолет затрясло, да, турбуленция. И ты вспомнил, ты вспомнил мой совет, о том, что надо вспомнить что-то такое, где ты чувствовал себя хорошо. И ты вспоминаешь озеро, но озера-то в самолете нету, и тебе становится там легче и спокойнее. И вот тут точно так же вы можете несколько раз посмотреть мои ролики, а потом делать это, как без озера, совершенно самостоятельно, потому что это метод-ключ для саморегуляции, для самоуправления. Вы можете это делать. Просто несколько раз посмотрите, а потом делайте сами, потому что там есть принцип подбора путем перебора, и критерии для подбора индивидуальных упражнений, лично твоих, для твоего самостоятельного применения. И для этого мы организовали этот марафон. И для этого, Наташа, мне подсказала сейчас, мы организовали этот марафон. «Альпин» «Альпин» Продолжение следует...